Более 300 долгостроев зафиксировано в Гродненской области. Комитет госконтроля обсудил с представителями власти региона пути решения этой проблемы. Количество неиспользуемых и недостроенных объектов в регионе с начала года стало меньше на 36. Из них 28 государственной формы собственности. К примеру, здание аэровокзала около Гродна было продано новому владельцу. Напомним, никто не хотел его приобретать 11 лет. Таким образом, после аукциона объект выбыл из списка долгостроев. При этом за 2021 год было выявлено еще 20 неиспользуемых объектов. Ими стали здания, у которых истек установленный срок строительства, а работы при этом еще не были завершены. Также специалисты госконтроля отметили, что в области растет количество объектов с продолжением строительства. Их стало больше на 32%. Вместе с тем снижается численность тех строительств, которые не ведутся совсем. По последним данным, более чем на 13%. Однако, по-прежнему, многие объекты остаются незавершенными на протяжении не одного десятка лет. Такие есть почти в каждом районе. Причины этого в каждом отдельном случае требуют детального изучения. В Свислочском районе имеется объект, это строился лечебный корпус. Он достаточно большомштабный такой объект. Но на сегодняшний день и нету востребованности на данный объект. Этот объект был начат еще порядка 30 лет назад. Для того, чтобы его снести, тоже необходимо большие бюджетные средства. В Вродинском районе также имеется один из таких проблемных объектов – это строительство музея техники. Этот объект начиналось еще строиться порядка пяти лет назад. И на сегодняшний день можно констатировать, что там вложено 108 тысяч долларов США. Это бюджетные средства. Но на сегодняшний день там объекта нет. И данный объект уже подан на вовлечение в хозяйственный оборот. По результатам рабочих совещаний, где были предложены варианты разрешения вопросов, Комитет госконтроля прогнозирует, что в июне долгостроев в Гродницкой области должно стать меньше на 60 объектов.